Всем привет! Сегодня поговорим об автокормушке для аквариумных рыбок. Она может кормить ваших рыбок автоматически, без вашего участка, один раз в день или несколько раз в день в заданное время. А также с помощью данной автокормушки вы сможете регулировать время, в которое она будет кормить ваших рыбок. И вообще она вам поможет, чтобы ваши рыбы сохранились и не умерли, когда вы уезжаете в путешествие, либо просто уезжаете на определенное количество времени из дома и не можете самостоятельно кормить ваших аквариумных рыбок. Сегодня я вам расскажу, как она устроена, покажу, как засыпается сюда корм, как регулируется, как настраивается и расскажу об особенностях. Также вы сможете, если вам понравится этот товар, заказать его, перейдя по ссылке под этим видео. Давайте перейдем на мой стол и посмотрим, из чего она состоит и в каком комплекте она приходит. А сейчас я продемонстрирую на аквариуме, как это происходит. То есть у нас есть заданное время и происходит это вот так. То есть вот он автоматически высыпает. Оп. Вот. И все. Рыбки кушают. И все это происходит автоматически, без вашего участия. Дальше идет время, и завтра он то же самое сделает. Все, рыбки покушали, рыбки довольны. Приходит это все вот в такой упаковке. Запечатано нормально в целом. Качество достаточно хорошее. Ну, тут полиэтиленка для самой кормушки. И приходит инструкция, которая полностью на китайском. Вообще здесь русского ничего нет. Китайский и английский язык. Но в принципе здесь все достаточно просто. Это как обычные часы. Скажу единственное об одном нюансе, который мне не понравился. В данной кормушке. Но это скорее всего связано с тем, что у меня гранулированный корм. Разница между вот, допустим, вот этой порцией и следующей порцией, более меньшей, очень большая. Но это, я говорю, опять подчеркиваю, связано с тем, что вот у меня гранулированный корм. Когда я сюда засыпал более такой корм хлопьями, то разница была достаточно хорошая. То есть можно было тонко отрегулировать степень подачи корма. Но я расскажу дальше, как я справился с тем, что вот, допустим, вот на этой подаче у меня высыпается очень много корма. Как делать так, чтобы в целом, ну, покормить рыбок за один раз и насыпать столько, сколько необходимо. Итак, первое, что вам понадобится в данной кормушке, это, естественно, батарейки. Они вставляются здесь, это обычные пальчиковые батарейки. Открывается оно не очень просто. Вот таким образом. То есть сюда вставляется батарейка. Здесь плюс, здесь минус. Ну, нужно пробовать. Она, кстати, не с первого раза здесь попадает. Видите, здесь обычный механизм кулачковый. Он прокручивается и крутится шестеренкой. Ну и, соответственно, как вообще подается этот корм? Вращается. Вот я, кстати, сейчас активирую. Вращается данное колесо вот таким образом. Здесь открывается небольшое окошечко, и корм отсюда высыпается. Вот здесь у нас есть регулятор, то есть открытие именно этой шторки. Вот здесь самая маленькая, то есть она еле-еле открыта, корм высыпается очень мало. Я дальше продемонстрирую на видео на разных подачах, сколько корма высыпается. Загружать корм необходимо простым образом. То есть у нас вот так она установлена, мы ее вытаскиваем. И вот здесь, вот здесь берем вот за вот этот сам механизм, и вот таким образом открываем. Все. Окошко приоткрыто, и сюда засыпаем корм. После этого мы эту крышку закрываем, и устанавливаем нашу саму кормушку. То есть вот здесь есть вот такое крепление, видите, какой механизм. Вот она ставится как раз вот на эту площадь. Она зажимается вот с этой стороны, снаружи. Сейчас мы берем сюда, поставим корм, и все. Все, она стоит. И, соответственно, когда время приходит, она начинает вращаться. Здесь есть управление. Мы сейчас поставили. Вы нажимаете. Вот как раз здесь, видите цифры? Нужно видеть, здесь есть цифры сверху. Эти цифры обозначают дополнительное кормление, сколько раз и в какое время запрограммировано. То, что вот сейчас, где нет времени, ну, сверху цифрки, а просто времени, это как раз и есть время, которое мы можем настроить. Мы нажимаем Set, чтобы его настроить. И дальше нажимаем Mode, чтобы переключиться на часы, либо на минуты. То есть вот здесь, нажимая Edges, мы меняем самое время. Ну, допустим, сейчас я настрою. У нас время 14.18, предположим. 14. 14.18. Ну, вы разберетесь, здесь ничего сложного нет, это как обычные часы. Все, Set. Дальше мы настроили. Теперь мы хотим сделать автокормление, допустим, в 14.20. Вот мы нажимаем Mode. Здесь есть первое кормление, допустим. Мы меняем время. Ставим 14.20, допустим. 14.20. Мы поставили. Что мы еще можем поменять? Вот как раз у нас стоит вот первое кормление. В первом кормлении мы можем поменять, видите, циферка 1 сверху мигает. Мы можем поставить здесь 1 кормление, а можем поставить 2 кормления. То есть он в 14.20 высыпет 1 порцию, а в 14.21 высыпет еще 1 порцию. То есть 2 раза прокрутится. То есть вот как раз, чтобы более точно отрегулировать, нам необходимо будет выставить вот этот режим. То есть 2 раза проворачивание. Он 2 раза по малу покормит рыбок. Но в моем случае это не очень подходит 2 раза кормить, потому что у меня барбусы. Если им давать по маленькой порции, они будут съедать весь корм, и рыбкам не будет хватать. Все, давайте я поставлю 1 раз проворачиваться. Все, я установил. Теперь мы посмотрим, как это будет работать. Что у нас по итогу получилось? Вот столько у насыпал корма на первом режиме. Вот столько у насыпал корма на втором режиме. Вот такое количество корма на третьем. Вот видите, какой промежуток большой между двойкой и тройкой. Вот здесь половина где-то, чуть больше чайной ложечки корма. И вот здесь четверка сразу. Здесь уже 2 или 3 чайные ложечки. Далее у нас идет пятерка. И следующая идет шестерка. Визуально они не сильно отличаются, но на самом деле по весу очень большая разница. Я вам рекомендую, когда вы закажете эту кормушку, автокормушку, либо другую, любую автокормушку, перед тем, как устанавливать ее в аквариум, поставьте ее вот таким же образом, как я сделал, на листочек. И отрегулируйте необходимое вам количество корма. Потому что в зависимости от того, какой у вас корм, соответственно и количество этого корма будет насыпаться абсолютно по-разному. В связи с тем, что у меня гранулы, они тяжелые, она высыпается очень хорошо. Если у вас будет клопьями корм, то насыпаться будет абсолютно другим количеством. Я данный корм сейчас буду перемешивать. Почему? Потому что этот корм у меня для дискуссов, он очень качественный, очень хороший. Но проблема его в том, что он, попадая в воду, сразу же тонет. И, допустим, у меня Данюшки и другие рыбки, они мало его едят. Потому что он успевает затонуть, а они, как правило, едят корм, который находится сверху. И я его буду перемешивать просто с хлопьями. И все. Ну и как бы это очень крутая тема, на самом деле. Вот я ее поставил. Она сама насыпает нужное количество корма каждое утро в 10.30. И все хорошо работает. Сейчас я также продемонстрирую. Ну, в принципе, я Данюшки не буду показывать. Когда вы ставите режим два раза кормить, он будет ровно через минуту насыпать еще одно такое же количество корма. Допустим, если вам нужно вот такое количество корма два раза, либо вот такое. Вот это для вас много, а вам бы хотелось два раза вот по столько. Вы ставите здесь в настройках, чтобы вам отрегулировать количество корма, сколько раз он будет насыпать. Вам необходимо перейти вот сюда. Вот эта настройка как раз. Время подачи корма. Видите, стрелка, единица и стрелка сверху. Дальше нажимаете сет. Дальше нажимаете мод. И вот вверх на стрелку, видите, стрелка с цифрой замигала. Дальше вы регулируете. Вот этого два раза насыпать. Это просто вот, это ничего не будет. Он вообще не будет ни сыпать, ничего не делать. Вот это вы нажимаете. Он будет в это заданное время один раз насыпать. В это время он будет насыпать два раза. Вот вы нажимаете, активируете сет. Он насыпет первый раз 14.22, а второй воборот сделает 14.23. Вот то, что здесь есть другие настройки 0.02, 0.03 и так далее. Он ничего сыпать не будет. Почему? Потому что у вас рядом с ним стрелка нет. Если вы хотите, чтобы три раза в день, четыре раза в день кормилось. Вот выставляете двойку также, нажимаете сет и выставляете здесь время. Ну и выставляете вот один, да, оборот. Все. И он будет тогда еще в 0.00 кормить. Достаточно все просто, разобраться очень легко. Я думаю, что по моей инструкции вы сможете с этим справиться. Спасибо, что посмотрели данное видео. Заказывайте эту автокормушку. Она достаточно качественная, работает хорошо. Уже на протяжении двух недель я пользуюсь. И вообще к аквариуму и кормлению рыбок не подхожу. Потому что сам часто бывает больше пересыпаешь, бывает меньше пересыпаешь, не досыпаешь. А здесь она насыпает ровно столько, сколько необходимо. Спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И удачи вам. Продолжение следует...